В Сумгаите народный писатель Азербайджана Чингиз Абдулаев провел встречу с молодежью. Касаясь патриотических и образовательных вопросов, писатель призвал молодежь быть более патриотичной и уделять большое время образованию. Затем он дал эксклюзивное интервью каналу 13. Он выразил свое мнение об армяно-российских отношениях и по поводу Нагорно-Карабахского конфликта. По его мнению, Россия и Армения не являются ближайшими союзниками и ключ к решению Карабахского конфликта находится непосредственно в руках России. На вчерашней пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Армения является самым главным союзником России на Южном Кавказе. Как вы думаете, что по этому поводу? Не знаю, не уверен, но с другой стороны они же в ДКП входят и поэтому мне кажется, что он должен так говорить. Хотя, судя по тому, как Пашинян относится к России и как сейчас Россия относится к Пашиняну, я не совсем уверен, что Армения их такой уж надежный союзник. А почему Армения, а не Азербайджан? Я думаю, что Азербайджан просто вынужден так говорить, потому что Армения входит в ДКП, а Азербайджан не входит. На самом деле, конечно, Азербайджан самый главный и самый лучший союзник России. И это мы много раз доказывали. Это может как-то отразиться на карабахском вопросе? Я боюсь, что нет, потому что все время затягивают наши соседи, просто издеваются над нами и каждый раз находят какие-то придирки, чтобы не решить карабахский вопрос. Но я уверен, что ключ к решению вопроса в Москве и что если Москва немножко более будет подходить рационально, то этот вопрос можно будет решить уже в следующем году. Говорит ли это о открытой поддержке России, Армении в карабахском вопросе? Ну это, собственно, не секрет. Я думаю, если бы не было открытой поддержки России и Армении, то карабахский вопрос не длился бы 30 лет. Я уверен, что азербайджанская армия и азербайджанский народ в состоянии освободить свои земли, но мы понимаем все, что база в Гюмрии и стоящая за Арменией Россия, она не позволяет на сегодняшний день проводить все эти операции. Я против войны, но рано или поздно надо решать этот вопрос, который не решается уже почти 30 лет. Мы все понимаем, что, повторяю, ключ к решению этой проблемы лежит в Москве.